Закон, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке, вступит в силу 13 октября. Сегодня он был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины». Напомним, что изменения предполагают, что в недельном объёме вещания общенациональных каналов передачи фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75%. Для региональных телерадиокомпаний этот объём составляет 60%. При этом фильмы и программы, трансляция которой допускается не на украинском языке, должны сопровождаться субтитрами на государственном языке. За невыполнение вышеуказанных требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. В Украине могут появиться пункты трезвости, в которых водители будут проходить экспресс-тесты на алкоголь. На такие меры предлагается пойти из-за роста числа ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. В полиции говорят, эта практика применяется в Швеции и Финляндии. Одними из авторов законопроекта выступил Мустафа Наем. Если его примут, патрульная полиция будет устанавливать дорожный знак на определенном участке и проверять всех водителей без исключения. Проверки будут проводить рано утром и вечером в течение 3-4 часов в сутки. Такие пункты будут организовывать таким образом, чтобы никто из потенциальных нарушителей не смог избежать прохождения экспресс-теста. По задумке инициаторов законопроекта водитель будет иметь право на отказ от прохождения экспресс-теста и это можно будет сделать в медучреждении. А тем, кто попытается его избежать, придется выплатить штраф почти в 41 тысячу гривен. Также могут лишить прав на управление автомобилем на три года. В случае повторного нарушения штраф будет аналогичным, а вот лишить прав могут уже на 10 лет. Сейчас авторы законопроекта хотят ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Встреча так называемой «большой климатической семерки» состоялась в итальянской Болонии. Министры окружающей среды Италии, Германии, Великобритании, Франции, Японии, Канады и США обсудили вопросы устойчивого развития, управления природными ресурсами и использования зеленых источников энергии. Итоговая коммуникация состояла из 15 страниц и 11 глав. США отказались поставить свою подпись под пунктом, который касается борьбы с изменением климата. Возле него представитель Вашингтона сделал приписку, что в свете выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения страна не поддерживает пункта об изменении климата. Она обещает и дальше уменьшать выбросы углекислых газов, но при этом поддерживает здоровую экономику. Другие участники встречи раскритиковали решения США. Они ещё раз напомнили, что Парижское соглашение необратимое. «Италия, Франция, Германия, Япония, Канада, Великобритания и Европейский союз объявили, что Парижское соглашение необратимое, не подлежит изменениям и является единственным возможным способом борьбы с изменением климата. Мы надеемся, что сможем вести конструктивный диалог США в этом ключе в будущем». «Мы не всегда друг с другом согласны. Но очень важно, чтобы был диалог. Я очень рада, что почти все страны готовы продолжать применять Парижское соглашение. Это соглашение необратимое. И оно очень важно сегодня для нашей планеты. Как мать троих детей, я считаю, что это вопрос их будущего». Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что влияние человека на изменение климата – это выдумка ученых. В своей политике он решил сфокусироваться на возобновлении работы промышленных предприятий и создании новых рабочих мест. Он также сказал, что готов подписать Парижское соглашение снова, если его переделать. Однако пока страны не намерены возобновлять переговоры. «Европейский союз не будет возобновлять переговоры по Парижскому соглашению. Сейчас время действовать. Приоритет мира сейчас в том, чтобы применить договор». Встреча почти полностью прошла без участия представителя США. Он появился только в начале первого дня. Ресторан быстрого питания «Фалафель» в Вашингтоне оказывает финансовую поддержку беженцам. Открыл его Ахмад Ашкар, директор благотворительного фонда «Халт Прайс», который поощряет решение различных социальных проблем. «Я американец с палестинскими корнями, поэтому миграционный кризис – один из важнейших вопросов, которые касаются меня напрямую. И мне кажется, что для помощи беженцам делают мало». Ресторан спроектирован так, чтобы напоминать импровизированное кафе в лагере мигрантов. А фалафель и другие блюда готовят по рецептам матери Ашкара. Каждые 10 долларов, потраченные клиентами, помогают накормить одного мигранта. «Меня это очень привлекает, поскольку каждый день я стараюсь делать то, что приносит пользу». «Я знаю, что очень многие беженцы нуждаются в помощи. И я просто счастлива, что могу помочь хотя бы вот так немного. Я раньше ни с чем подобным не встречалась. Поэтому, если хочу поесть, то первым делом вспоминаю об этом месте. Здесь и еда хорошая, и занимаются они отличным делом». Средства, предназначенные для помощи беженцам, распределяет гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа. Ахмад Ашкар надеется, что в будущем откроется много филиалов ресторанов «Алафель», и они станут нанимать на работу мигрантов.